Дорогие друзья, всем доброго времени суток! У нас ночь, не знаем как у вас, и на обзоре Курус R11 Самый спортивный из спортивных электросамокатов, если можно так выразиться И мы специально сделали ночной тест-драйв, ночной обзор Объясню почему вкратится, буквально в одном предложении Вы все знаете, как выглядит этот прекрасный электросамокат Вот здесь вот, в уголочке, перейдите по ссылку и посмотрите наш отличнейший обзор Ну а сейчас я хочу заострить свое внимание на его рестайлинге, доработке Посмотрите, насколько он стал сиябельным Выключаем фары! Погнали! Только вот в такой кромешной, можно сказать, тьме Можно заценить, как круто вы будете смотреться на новом Курус R11 2021 модельного года Это реально крутая вещь, которая будет привлекать внимание окружающих людей больше, чем на 100% Вы посмотрите, производители реально пошли дальше, чем вот эта вот обалденная Хотя она здесь реально обалденная Ну-ка, добавьте нам режимов, смотрите какая обалденная подсветка Они пошли дальше, они установили сюда прозрачные стеклянные поворотники Вы посмотрите, как они смотрятся Это же хрусталь! Чехословацкий хрусталь! Выглядит реально бомбезно! Я не знаю, как передать вам всю гамму и эмоции моих чувств по этому самокату Но вы просто посмотрите хотя бы на эту подсветку Она реально говорит о моем внутреннем отношении к этому электросамокату Курусу R11 Pro Да, друзья мои, здесь все те же классные колеса по 3 кВт каждый Здесь полный привод в совокупе 6000 Вт! Это очень, мать его, мощно! К тому же здесь установлена огромная батарейка в 39 Ач На обалденных, не менее качественных, панасониках Это тоже вышка, но это реально так И плюс, вишенка на торте, я бы даже сказал, вишнище! Это два контроллера по 50 Ампер Вы просто скажите, какой электросамокат размером с Kuga M5 Скоростью болида, с гидравлической вилкой спереди С гидравлическими тормозами над Выглядит просто по-центромосковски, я бы сказал Вот такому самокату, место где-нибудь сейчас на цветном бульваре Я не знаю, пацаны, что вы будете делать Но я бы на нем реально радовал публику Потому что он и выглядит, и едет, и ощущается очень и очень круто 50-е контроллеры, большая батарейка Сзади, сзади два амортика, просто пушка-гонка Они с подкачкой, как нижней камеры, так и верхней Это тоже очень круто Блин, ну и как он едет? Помните, этот разгон, благодаря вот этим покрышкам внедорожным По асфальту, это разгон болида Он так наваливает, так шуршит Кажется, что Формула 1 сзади накатывает А нет, это вы на своем Курус R11 И зайдите на наш сайт, посмотрите Цена сейчас более чем приятная Благоприятная, я бы сказал Конечно, Курус добавили украшательства Не знаю, в темноте вот такое вот не будет видно Здесь новые шайбы, крепления вот этой крышки деки Реально, ну такое вот, вещь необычная Я таких шайб раньше не видел Болты здесь, как в общем-то и всегда Очень и очень качественные Даже болты, которые вкручиваются в курок Все с антиоткруткой То есть, ну реально все качественные И посмотрите вот на фары головного света У них не только есть свето-теневая граница Вы посмотрите, как шикарно они освещают местность На этом самокате даже ночью Можно совершенно спокойно наваливать 40-50, а то и 60 Конечно, максималка здесь ограничена В районе там 75 км в час, может быть 80 Как получится у райдера, естественно, веса, дорожное полотно На это сильно влияют Но тем не менее, посмотрите, как Вот я отхожу Абсолютно в глаза не шибет Сейчас вот отойду и скажу, когда начнет Гребаный самокатчик мне мешать Нет, друзья, смотрите Вообще нет, совершенно спокойно Вот я иду навстречу, едет самокатчик Светит, да, но Глаз не режет Это круто Это круто Блин, я не знаю, что вам еще нужно Этот самокат при своем 50-килограммовом весе Мощный, быстрый, качественный Реально круто выглядит Влезает в обыкновенный Вот в такой вот девятиэтажке Лифт В маленький лифт То есть он размером не больше Куга М5 Но это реально круто Здесь грипсы Мне понравились грипсы Они, во-первых, мягкие Чуть-чуть они делают Вот этот прокрут Но это надо все-таки, может быть, снять И обработать поверхность Но, на мой взгляд, видите, все равно Туго сидят Я реально сильно Много прикладываю усилий Тормоза Нат, что сейчас вообще в базе Огромнейшая редкость Это брендовые, крутые Гидравлические тормоза Курок Сотый Всем нам знаком Здесь весь его потенциал Весь его функционал Вы знаете В общем и целом Функционал не изменился От начала сезона Здесь просто добавилось Много крутых украшательств И это все еще Тот же Курус R11 Pro Пушка-гонка Ребята Приезжайте к нам Прокатитесь на тест-драйв И поймете, что я говорю Чистейшую правду Ну, если вы еще этого не поняли Все, всем пока Мы поняли, как можно в ночи записывать нормальные обзоры Светим фонариком в глаз И все нормально Короче, друзья Хотел было уйти Распрощаться с вами Но нет Сейчас Владимир Возьмет эту пушку-гонку И вот так вот По красоте В ночной Москве Прокатится Ну, а мы За этим с вами Понаблюдаем Все, поехали, братва Всем привет, друзья С вами Владимир И сегодня у меня В руках Курус Курус По большому счету Она справляется С торможением На 100 Плюс Удобная посадка Ну, все классно Спереди стоит Таилка Гидравлическая Один минус есть То, что мы не зарядили его полностью Ну, мы, в принципе, не думали делать там тест на максимальную скорость Интересно было просто Как проверить Как он едет Что изменилось По ощущениям Вот я вот таких, знаете Кардинальных отличий не вижу Все то же самое Все тот же Отличный самокат Есть, наверное, скорее всего Это мы разберем Может быть, его разберем И посмотрим Какие-то неначительные отличия Ну, а так Супер Так, давайте я пока проеду по дороге, наверное Чтобы долго не стоять Фары Стоят Арктик Версия 1 Их стоят две штуки С горизонтальной Линии Линии То есть они Отсекают свет Не слепен Ну вот, не знаю, по ощущениям Видно классно все Сейчас В моменте я проеду через дворы Чтобы было более понятно Как они себя ведут У нас есть поворотники в базе Это тоже классно Не установил я зеркало К сожалению Придется остановиться Немножко посмотреть Потому что еду в шлеме Так, все хорошо Все чисто Ну, давайте проедем по дворам Тем самым посмотрим Как работают фары Не знаю, как Наша камера GoPro Сможет вам передать Картинку в темное время Ну, надеюсь, что Все будет классно Кстати, самокатов не так много Их ограниченное количество Там буквально штук 10 На наш магазин выделено Успейте приобрести по сладкой цели Так скажем Так скажем Ну, здесь освещение такого сильного нет Как на дороге Но вот Я с аквифарами все вижу отлично Подвесы, кстати, отрабатывают на ура Асфальт здесь оставляет желать лучшего Честно сказать Нам, кстати, в базе обещали демпфер У данного электросамоката Ну, как оно часто бывает Китайцы просто забыли Его установить У меня на самом деле даже не знаю Нужен ли здесь демпфер Есть такое ощущение, что у меня просело чуть сиденья Сейчас тогда я буду до офиса Поправлю его На обратном пути будет намного лучше, наверное Видно Не, маневр неудобный Еще большой плюс его То, что у него база короткая Ну, есть плюс и есть минус Этой базы короткой Плюс в том, что можно зайти в любой лифт Пассажирский Но не париться Ну, а минус в том, что Высоким людям, если стоить ездить То не очень комфортно, не очень удобно Итак, друзья Значит, смотрите Как получилось А получилось отлично Раскидали R11 Pro Курус И, в общем-то, рядышком Чисто случайно Оказался его, в общем-то, собрат Ранней генерации Этого же, 21-го года Ну, в общем-то, начала сезона И это хорошо Потому что воочию Мы можем сейчас сравнить Что поменялось Беру с собой рулетку И первое Самое важное изменение Которое, в общем-то, касается Всех электросамокатчиков Это изменение узла складывания Вот этого вот самого гусака Нет-нет Чисто механически Вот специфически И, как бы, работа его И при предназначении Осталась такой же То есть, Сань, покажи Здесь все тот же рычаг Здесь фиксатор тот же Здесь все то же самое Но давайте сравним Ширину Или кому как угодно Толщину Здесь этот узел Шириной 3 Ну, с небольшим 3,2 3,2 Сантиметра В новой модели 3,6 То есть, друзья мои Прибавилось 0,3 Да, 0,4 0,4 То есть, практически Полсантиметра Прироста И невооруженным взглядом Видно, что сама-то рама Вот этого гусака Она не поменялась Здесь и здесь Она такая А вот именно ширина фиксатора Здесь 2 сантиметра А здесь А здесь полтора Вот она, эта ширина Она здесь и есть По большому счету Внутри все те же Пластиковые прокладки Все, в общем-то По большому счету Так же Осталось единственное Что увеличилась Нагрузка Скорее всего Чтоб это все дело Не разбалтывалось И, я думаю В случае с алюмином Чтоб просто-напросто Не растягивалось На разрыв Дальше Изменились органы Управления по рулю Понятно Грипсы поменялись Это хорошо Мы это уже отметили Вот порадовались Там кипятком пописали Все хорошо Изменились Сами органы управления Вот я считаю Вот эти вот кнопочки Посмотрите Пиктограммы Стали более читабельными Тогда как здесь В начале года Ну, вы видите Тоже все читается Но вот эта вот Кнопка, например Полного привода Либо заднего Она работала невнятно Здесь теперь все Видите Вот ее видно Что она реально нажата Согласитесь Нажали, она вышла Далеко выходит Плюс вот этот блок Отвечающий за светотехнику То есть и за поворотники В общем-то И за головной свет Все поменялось Здесь новый Выглядит вот так вот Старый же Ну, всем знакомый Вездесущий блок Все, в общем-то Всем понятно Дальше Переходим В общем-то К деке Я обещал вам показать Потому что Здесь установлены Понятные Они были Здесь установлены Синусные Пятидесятые контроллеры Вот Это реально Крутая штуковина Батарейка Резать просто не стали Но Наши друзья Утверждают На соседнем канале Утверждают Что это Панасоник Мы, в общем-то Склонны верить Ибо за ними Вранья не замечали Я лишь скажу Что элементы Здесь 21700 Батарейка 38,4 ампер часа 60 вольт Здесь все хорошо Кстати У нас сейчас Друзья Будет доступна Новая функция И мы отдельно Снимем об этом ролик Вот Вот эту всю Мешанину проводов Мы будем просто Убирать Оставлять Только сколько нужно Но об этом потом Мотор-колесо Сам статор Как и было Все те же 6 сантиметров То есть Это реально Большой Я бы сказал Двигатель Мотор Статор Неважно Реально Он огромный Огромный И в общем-то Тяжелый По 3 киловатта Мощности На каждое колесо Но если мы С точки зрения Закона Заглянем На сам Колесный диск То мы с вами Увидим 125 ватт В каждом Колесе При этом Сейчас Дам некую информацию Благодаря настройкам Вот этого сотового Компьютера Можно сделать так Что максимальная скорость Какой бы вы Собственно Самокат не валили По курку Она будет Ну там Сколько вам надо 15-20 Нужно просто Выставить количество Насколько я понимаю Магнитов Выставляете Пробег у вас В общем-то Виал текущий Становится И при этом Максимальная скорость В рамки закона Вписывается Это такой Некий лайфхак И вот Еще одни Такие важные Изменения Произошли В задней части Если здесь В начале сезона В общем-то Согласитесь Задняя часть Она конечно Выглядит серьезно Надежно Но как-то Выглядело бедолажно Чего-то здесь Не хватало То ли упора Для ноги Не хватает То ли Вот это вот Плеяда Непонятно чего Подшипников Или просто шайб Или каких-то Не знаю чего Гаек Но как-то Была такая Сумбурная история Особенно Я держу Особенно Вот этот вот Отсекатель Он какой-то такой Вроде идея хорошая И с регулировкой Его идея тоже хорошая Но выглядит он Согласитесь Кривовато Как-то неуклюжим Жопа была Незавершенная И вот Посмотрите сейчас По большому счету Вот здесь рядышком Притаился М10 На который мы будем Снимать обзор И мне Эта идея Очень нравится Которую В общем-то Продвигает Компания Курус То есть Если у вас Как вот Мерседес Если у вас Много денег Вы берете С-класс Собственно Курус Если у вас Денег Поменьше То вы берете Абсолютно Точно такой же Электросамокат В данном случае Курус М10 Просто меньше Размером И я это говорю Неспроста Вот вам пожалуйста Архитектура Задней подвески Все И смотрим сюда Даже поворотники Те же Хрусталь Понимаете То есть Вот здесь Произошли Основные Изменения Скользящие Подшипники Подвеска Осталась Опятка Та же Разместили Втулки Если здесь Был болт Гайка То здесь Просто втулка Соответственно С двух сторон Гайка Вот такое Крыло С упором Мне лично Эта идея Нравится больше Потому что Здесь достаточно Приделать Маленький Брызговичок И в общем-то Точно ваша спина Будет в порядке Но посмотрите Как эти поворотники Мне кажется Даже в размере Мне кажется Разные Я просто замерю Здесь 70 Небольшим Сантиметров А нет Одинаковые Одинаковые То есть По большому счету Это наверное Аналогичная деталь Одна и та же Давай сейчас Я включу И поворотники Работают так же То есть Делают Видите Поступательно Такое Как бы Тыдыдын Тыдыдын Вот видите Ну прикольно Не просто там Вот это вот Мигание Всем привычное Нам А такое Какое-то своеобразное При этом Тормозные диски Тормозные диски Также поменялись Если здесь Над Как бы Система Осталась Одна и та же То вот Сань Покажи Пожалуйста Тормозной диск По полотну Наверное Вот так Обойди Аккуратненько По полотну Тормозной диск Стал Больше Толще Вот посмотрите Насколько он шире Чем то Что установлен Размер Понятно Диаметр 140 и 140 И там и там И машинки Те же Все это Над Одна и та же Система Но посмотрите Насколько Ротор Изменился В своей ширине А это Соответственно Влияет на что Это влияет На температурную историю То есть Вот такой диск Перегреть Сложнее Соответственно Повести его Ну шансов Конечно Меньше И повредить Тоже Соответственно Он прослужит вам Дольше А у вас Всегда Под рукоятками Будут тормоза Это тоже Большой плюс Вот В остальном Здесь сальник Смазка есть Единственное Что вот мне Я бы Хотел бы здесь Разобраться В чем это Вот в этой Копне проводов В люксвилл.ру Скоро я вам покажу Видео Это все мы делаем Уже Вот Избавляемся От этой копны Но согласитесь Быстрый Надежный Самокат В общем Достаточно Компактных Размеров Да Понятно При всем этом Функционале Вес никуда не делся Ну да и бог с ним Когда мы покупаем Такой электросамокат Мы знаем На что идем Но если У вас в кармане Вдруг Не оказывается Ста Двадцати Семи Ста тридцати Тысяч Рублей Люксвилл.ру Смотрите Следующий обзор Это был Курус Р11 Женек И я вам Скоро покажу Уменьшенную Копию С-класса Куруса Р11 Про Друзья мои Следующий обзор У нас будет На Курус М10 Все погнали Смотреть А здесь Мы сейчас будем Собирать Мне очень нравится Единственное Что я бы еще Добавил Я кстати Вам не показал Украшательство Вот сюда Коврик резиновый Ну либо коврик Либо наклейку И в темноте Я вам показывал Такие гайки Держат Вот это держит Саму крышку А это Платформа сидения Ну то бишь Как бы вот здесь Вот это Прикольно Да Люксвилл.ру Напиши комментарий Поставь лайк Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok